Победу на выборах одержал кандидат от демократов Джо Байден. Многие республиканцы не согласились с результатами. Вышли на митинг, к улюминации которого и стал захват Капитолия. Некоторые российские эксперты уверены, что такие политические акции могут повлиять на американскую экономику. Мол, доллар на грани обвала. А ведь прежде мы считали его главной валютой для сбережения накоплений. Так, американские республиканцы могут повлиять на барнаульский средний класс. Другие эксперты называют захват Капитолия обычным проявлением специфики американской политики. Это шоу, без которого американские выборы не обходятся, и оно не угрожает курсу доллара. Для Америки это некий такой, ну, один из элементов, который сильно ни на что не влияет. Плюс, все-таки вот эти вот протесты, которые там постоянно происходят с разгромами магазинов, с разгромами там всего вокруг, да, они периодически сотрясают. Это, тем не менее, не сказывается именно на политической устойчивости. Пока не сказывается. По словам политолога во внутренней политике Америки есть проблемы, но их последствия проявятся только в следующем десятилетии. Другой эксперт-экономист Анатолий Ишболдин-Кронберг, хоть и не считает погромы и штурмы муниципальных зданий проявлением демократии, называет американскую политическую систему относительно устойчивой. При этом в марте-апреле 2020-го многие поддались панике и резко решили продавать доллары. Причиной были новости о предполагаемом падении американской валюты, которое так никто и не увидел. Сейчас история повторяется. Пока вот ни в том, ни в другом, так сказать, экспертном сообществе не видно того, чтобы сказали, ну вот там такого-то числа там или там в таком-то месяце там все Америка обрушится, доллар, так сказать, пойдет и так далее. Ничего подобного не видно. Спокойно можно жить, так сказать, и работать. Но при этом, по словам Ишболдина-Кронберга, с американской политикой и экономикой может случиться непредсказуемая беда. В любой момент. Пример того, что случается, это всегда неожиданно, девальвация в России 90-х. Этот же пример привел и специалист по мировой политике Сергей Осеев. По его мнению, активы некоторых крупных американских корпораций переоценены. Например, акции компании Лона Маска стоят в десятки раз больше, чем закрепленные за ними недвижимость и технологии. Это и ситуация Великой Депрессии, и эта ситуация, мы проходили в собственной стране, это ситуация МММ. Когда стоимость бумаг подтверждается и обеспечивается только спросом на них, дальнейшим спросом на них, новых и новых покупателей. То есть мы получаем некую цикличность перепродажи и некую цикличность их увеличения, их массы. Вера в платежеспособность доллара, это последнее его обеспечение. А такие политические акции, как захват Капитолия, вечная блокировка твиттер-аккаунта Трампа, по мнению Сергея Осеева, вызывают вопросы к стабильности политической системы США. То есть и вопросы к стабильности валюты. И все-таки, как выразился один из экспертов, доллар – это даже не погода. Точно предсказать колебания его курса невозможно. Андрей Дриер, Николай Шелко. День с толком.